Всем привет! Меня зовут Сергей Рихард, и я записываю видео по соционическому типированию Центра Архетип. Итак, первый вопрос. Представьтесь, откуда вы, расскажите немного о себе, почему решили обратиться за типированием к нам. Меня зовут Серенгей, я из города Новогродовка, это Донецкая область, Украина. Немного о себе. Я работаю на шахте, на угольной шахте, вот уже около 4 лет. Вот, значит, закончил технический вуз, потом пошел работать на шахту, больше особо, ну ладно, из записей в трудовой нет ничего. Но параллельно с этим я достаточно активно участвовал в различных мероприятиях каких-то молодежных, то есть мне нравилось, когда проводились какие-то фестивали или велопробеги, или еще что-то. Мне не всегда удавалось попасть туда, но часто я старался туда попасть, мне это было очень интересно. Также я занимаюсь стрельбой звука, и даже одно время вел секцию небольшую, открыл, как бы, небольшой клуб любителей стрельбы, и попробовал таким образом зарабатывать, вот. Было очень интересно, мне очень понравилось, и интересно было работать, потому что приходили, то есть я работал на шахте, и параллельно с этим я занимался этим клубом, хотя так его я и не называл, это была просто стрельба из звука в городе Новогродовка. Вот. Но ко мне в основном приходили дети, это было очень для меня интересно, я кайфовал, потому что с ними так всегда необычно, они искренние, такие открытые. Вот. Дальше. Я увлекаюсь типологиями, я не могу назвать себя ученым, но я исследую, то есть у меня есть такая какая-то исследовательская черта, мне хочется познать многое в этом мире. Вот. Я заинтересовался соционикой в 2013 или 2012 году, и, честно, уже не помню. Занимаюсь тем еще, что иногда гуляю с друзьями, читаю книги, смотрю фильмы, увлекаюсь натуробатией, увлекаюсь некими вот этими направлениями здорового образа жизни, вот, наподобие сыроедения, вегетарианства и в ту сторону, то есть не буду углубляться здесь. Второй вопрос. Опишите один день в своей жизни. Ну, один день сложно описать для меня, потому что у меня все дни очень разные. У меня часто бывает, что один день на другой не похож кардинальным образом. Вот. Я попробую какой-то среднестатистический день выбрать, да. Ну, обычно у меня есть, это, например, работа, она занимает много в моей жизни, все-таки, поэтому возьмем его. Я еду рано очень на работу, я работаю в первую смену, это мне нужно вставать около полпятого утра. Вот. Я встаю, собираюсь, и когда у меня есть силы, я еще готовлю себе, там, на тормозок. Это такой сленг здесь, на Донбассе. Тормозок – это еда, которую ты кушаешь на работе. Вот. Далее. Да, я с удивлением узнал, что люди вне Донбасса не знают этого слова, потому что для меня это было привычным, что, ну, все же понимают, что это такое. Еду на работу, работаю. Вот. На работе я выполняю не такие обязанности больше, как начальника, вот, как прораба. Прораба – ой, слово какое. На стройке. Вот. Ну, если сравнить, попытаться. Но там даже у меня нет в подчинении людей. То есть я сам по себе хожу, как такой маленький инспектор, хожу по шахте и проверяю технику безопасности. И также моими основными обязанностями является проветривание шахты, также является наличие газов, определенных метан, СО2, концентрации их. То есть я должен следить, чтобы все это было в норме. Вот. Наши предприятия здесь, они загибаются, они в очень упадочном таком состоянии, очень печально на все это смотреть. И хочется рассказать немножечко про то, что… Сейчас я взглянул на вопрос, это вопрос вообще не об этом. Ладно, потом, может, про это расскажу. Так, один день я работаю, проработав, я возвращаюсь домой, ем, обычно или у бабушки, или у мамы, или у себя дома. Вот. Затем я могу посидеть, позалипать в интернете, почитать книгу, возможно, и пойти на тренировку. Вот. Я играю в теннис, или стреляю из лука, или когда-то я ходил в тренажерный зал даже. Вот. Но это было немного. Обычно это теннис. Я очень люблю большинство видов тенниса. Возвращаюсь с тренировки, я либо продолжаю гулять с друзьями, либо сижу, смотрю какие-то видео, подкасты и так далее. Вот. Ну, это один из таких рабочих моих дней. Так. Дайте определение понятий. Не меньше одного предложения по каждому понятию. Порядок. Так, пока укладываюсь во время. Порядок. Не меньше одного предложения. Ну, порядок – это когда все на своих местах. То есть, если даже это хаос, но запланированный хаос, у него есть место, у этого хаоса, то это порядок. Свобода. Свобода – это отсутствие привязанностей. Да, забыл сказать, я еще интересуюсь различными йога-философиями, вообще йогой. И там привязанность – это такая красная нить всей этой тематики, поэтому. Бог. Бог. Это… Ну, я бы сказал, это все сущее. Бог един. То есть, высшее сознание – это все, что есть. Бог – это все, что есть. Все, что вокруг нас – это и есть нечто такое. Дальше. Человек. Человек – это великая загадка. Вот. Что же это такое? Потому что мы на этой планете, как пришельцы, мы, если нас убрать отсюда, то ничего не поменяется, станет только лучше. Вот. Но вообще, да, мы как и загадка, так и великое чудо. Потому что наши возможности настолько от нас скрыты, мы даже не представляем, мне кажется. что мы можем и что мы должны делать, нельзя так сказать, но что мы можем даже делать. Потому что сейчас о развитии духовном, физическом, ментальном говорят немногие. И это не является такой ценностью вокруг. Вокруг является ценность – это деньги. И успешный успех. Далее, мораль. Мораль – это такая... Субстанция. Ну, ладно. Это свод правил, законов, общества. И часто они являются не очень правильными и справедливыми, как мне кажется. Но все же они, как некий регулятор, все-таки помогают людям в жизни. Помогают тем, что ведут их к какому-то более… к какой-то благости, что ли. То есть, если это мораль хорошая, если мораль плохая, то есть, можно что угодно подписать под это. Потому что это все как законы, которые пишутся людьми. Мораль – это же людьми придуманная штука. Вот. Поэтому просто свод законов и правил. Мне кажется, и они укоренились у людей, они исполняются определенным образом. Предательство. Предательство – это... Ну, смотрите, я рассматриваю это как-то... Для меня самого немножко сейчас будет интерьер. Я никогда не задумывался об этом, что такое предательство. Но у человека есть привязанности. И когда ожидания... И когда эти ожидания не сбываются, ну, вот предательство происходит определенным образом. То есть, ты что-то хотел от другого человека, и это не сбылось. И ты считаешь, что он тебя предал. Хотя хотел ты. То есть, вот как-то так. Если ты будешь лишен своих привязанностей, то тебя никто никогда не предаст. Потому что ты не будешь ожидать от этого человека. То есть, это нарушение установленного тобой у самого себя в голове вот этого ожидания. Это и есть предательство для меня. И я сразу забегу вперед, скажу, что мы устанавливаем эти ожидания. Это... Ну, для нас это нормально. Мы не духовные лидеры, мы не гуру, которые могут избавляться от этого... Которые избавлены от этого в большей степени. И... То есть, привязанность вообще держит человека на этой земле. Если ее не будет, то и человек как бы уйдет куда-то в другой мир. Сольется с высшим. Поэтому... Но, тем не менее, надо понимать, что это такое. Чтобы не испытывать каких-то внутренних вот этих страданий. Дальше. Работа. Работа – это некий процесс. Это то, что требует энергии. Это работа над собой. Работа в огороде. Работа в офисе, на шахте. Это многогранное слово. Ну, это... Не знаю даже. Работа. У меня это больше ассоциируется с чем-то негативным. Ну, так у нас в обществе уж повелось, что работаем мы на работах, которые нам не нравятся. Вот. Ну, общая деятельность, да, какая-то. И деятельность, уж не знаю, работа – то, что требует энергии. Чтобы выполнить... И какой-то результат мы получаем. Тратим энергию и получаем какой-то результат. Вот это работа. Зануда. Зануда – это я, который только что рассказывал про работу, наверное. Вот как-то так. Ладно. Зануда. Зануда. Зануда – это для меня человек, скорее, который будет говорить об одном и том же много раз разными словами. И, как бы, ты уже понял его, но он будет продолжать то же самое делать. И... То есть, какой-то человек однообразный такой. Очень. Так. Дальше. Опишите какую-нибудь запомнившуюся вам поездку, поход на концерт, встречу с друзьями и тому подобное. О, так. Такого было достаточно в моей жизни, но не настолько, чтобы прям радоваться. Хотелось бы гораздо больше. Вот, я очень люблю различные поездки, я очень люблю какие-то, не знаю, перемены в моей жизни. Недавно я с другом просто так пошел на Террикон. Вот. Это такие рукотворные горы на Донбассе. Просто прогулялись по нему, ходили, чтобы получить какие-то впечатления. Так. Поездку, поход на концерт, встречу с друзьями. Когда-то я ходил на концерт своей любимой группы, и я был в восторге. Группа «Мельница», Наталья Ошей, приезжала в Киев, и я приехал на концерт. И к друзьям я сразу вместил очень много дел различных. И на сутка пошел пострелял, и на концерт сходил, и с друзьями встретился. Очень много что сделал про концерт. Мы пошли туда с другом вдвоем, и дело в том, что среди моих друзей эту группу слушают очень мало людей. И когда я попал... А я прям все песни слушаю, фанатею, то есть это прям... Кроме одной, там она слишком кричит, мне не нравится. Вот. И то вот только отрывочек. Я бы его вырезал, и все было бы хорошо. И я попал в эту среду, где все, как я, где все такие же люди, они вот все эти песни знают. Ну, там большинство людей приходят туда, не случайные люди. То есть они как-то так, они знакомы с этим творчеством, и вообще с этой какой-то спецификой. Боже, я там фанател, вот. Я пел вместе с ней, я чуть ли не танцевал, там, вот. Сложно, сложно танцевать, когда ты здесь... В обычных... Это был концертный зал, не помню, какого-то института, наверное. Вот. Авиационного, по-моему. Ну, неважно, маленькие кресла, и ты тут пытаешься как-то двигаться. В общем, я был заворожен этой атмосферой, и я прям, у меня глаза горели, я просто взял телефон, включил одну из песен и стоял в очереди, и все слушали с удовольствием, то есть все прям такие, оу, круто, чувак. Вот, я этим... Ну, конечно же, я посмотрел на группу, я услышал эту живую музыку. У них очень много инструментов, там, флейта, арфа, таких народных. Это очень здорово, мне нравится. Так, далее. Какие явления современности возмущают вас больше всего, что нужно делать, на ваш взгляд, чтобы исправить ситуацию? Явления современности возмущают. Хм. Очень много, зачем я наблюдаю в мире, и что бы я хотел как-то изменить, я просто не особо считаю себя настолько грамотным специалистом, чтобы прямо говорить за весь мир. Ну, просто могу сказать, что вижу. Явления такие, что люди, они как выжатые лимоны. Вот я недавно был в банке, и я просидел там целый час из-за того вот этого коронавируса, потому что люди там, там, очередь и тому подобное, в общем, маски, различные ограничения. Короче, я видел на протяжении всего этого времени бабушек, дедушек, ну, в основном бабушек, вот они как, они такие скрюченные, они такие медленно двигаются, они... У них в глазах вот эта стеклянная такая вот пустота, они просто вот трясутся вот так, и мне просто плакать захотелось. Я сижу, смотрю, и, боже, эти люди, выжатые лимоны, они вот такие вот засушенные даже, из них общество, из них социум выжимает энергию из людей. Вот эти вот эти работы, вот эти, то есть, которые нелюбимые, долги какие-то интересные, ты кому-то что-то должен в этом мире, кучу всего. Хотя ты как бы не просил рождаться, ну, ладно, это другая тема. И ты такой смотришь на них и понимаешь, что наш социум, вот явление, он не направлен на то, чтобы людей делать более здоровыми, гармоничными, разумными, какими-то здравыми, какими-то, я не знаю, ну, здоровыми это слово в большом таком смысле, если взять, а как раз наоборот, чтобы человека угнетать. Вот это меня очень сильно, то есть, людей не развивают в них личности, сильные личности, не развивают их силу, а только угнетают. Что нужно делать? Фу, развивать людей на всех уровнях. Здоровье, ментальный, духовный уровень, очень важен. И, ну, это может сделать только очень-очень какая-то система мощная, которая впитает в себя знания, очень крутые знания, технологии какие-то, которые могут это все сделать, по-доброму как-то, то есть, без умысла людей взять и как-то, не знаю, использовать, а наоборот. Вот. Какие тенденции в обществе вашей страны вы наблюдаете? Ну, я не разделяю, вот, ну, то есть, то же самое, что я говорил только что, это происходит в моей стране, точно так же, и, ну, если конкретно в мою страну взять, ну, у нас, конечно, много интересного происходит, в частности, вот эта вот гражданская война, или, как у нас говорят, война с Россией. Ну, мне отсюда, конечно, кое-что видно лучше, чем кому-то там из центральной Украины или вообще с других стран. Да, но моих мощностей очень мало, чтобы обработать информацию такую, ну, я попробую. Просто у нас, в нашей стране развивается патриотизм, у нас навязывается патриотизм, украинизация, как бы, есть такое. Мы на востоке Украины русскоговорящие все, и нас заставляют в форме, ну, возможно, будет и в жесткой форме. Ну, я не знаю. Может, это будет, может, нет. Мне бы этого не хотелось, потому что люди говорят, им так удобно. Вот насчет языка у нас в нашей стране вообще очень много таких трений, вот кто как на чем должен говорить, нужен русский язык, не нужен и так далее. И вот я вспоминаю одну карикатуру, очень классную, там на эту тему, получается, такие богачи, такие вот, на полу на свиней похожие, с большими животами, как поросаются в золоте, подходит народ такой весь, нищий такой народ, с вилами там, и отдавай наши деньги, давай сюда. Вот, а они поворачиваются и говорят, вы сначала определитесь, на каком языке вы будете с нами общаться. Вот, те поворачиваются, и вот на русском, на украинском начинают бить друг другу морды и тому подобное, в общем, а те дальше продолжают в золоте копошиться. То бишь, я о чем, что, как бы, это все просто отвлекает нас от основных проблем. Это просто, да, это, на самом деле, это не такая важная штука. Вот. Как вы считаете, какие ценности необходимо пропагандировать в обществе? Человечность, доброта, гармония, саморазвитие, духовный рост, ценность. Самодостаточность некоторую. То есть, чтобы люди все-таки понимали, что они сами несут ответственность за свою жизнь. И да, ты, конечно, потому что очень много людей привязывается. У тебя есть мать, у тебя есть отец или нет, ну, то есть, есть семья. У тебя есть друзья, у тебя есть... Ну, они не несут за тебя ответственности. Вот. За свои поступки мы отвечаем сами. Вот. Если бы люди это понимали, то было бы легче. И еще, вот, ценность. Ценность. Никто никому ничего не должен. Эта фраза, она меня... Ее, конечно, нужно понимать немножко, как бы, точечно. То есть, да, тебе там, ты пришел на работу, тебе должны выплатить зарплату. Но зачем нужна эта фраза? Она помогает внутреннее спокойствие сохранить. Я просто вижу, как вот у нас задерживают зарплату на предприятии, на два, на три месяца задерживают. И как люди бесятся, как они вот... У них внутри клокочет эта ненависть. А я сижу и понимаю, что... А зачем? Зачем эту ненависть в себе взращивать? Тебе никто ничего не должен. Расслабься. Мы сами работаем на этом предприятии. Как бы, идите на другое. Выберите что-то. Устройте революцию. Да, бог, что-нибудь сделайте. То есть, ну, не нужно просто так ее в себе взращивать. Так, как вы относитесь к тому, что в современном мире продолжают меняться границы государств путем войны, революции, переворотов? Насколько эти методы, на ваш взгляд, оправданы? Ну, я думаю, что для лидеров стран, то есть, для тех людей, которые стоят у руля, они оправданы. Потому что это их методы. Они... У них пушки последний довод королей. Поэтому, как бы, тут еще такой момент. Так устроена вся система. Я, насколько я вижу. То есть, твой сосед, у него есть армия, у того соседа есть тоже армия, у тебя не будет, ты будешь шваковым кусочком. Я это понимаю. То есть, если бы я был главой государства, я бы тоже сказал, нет, давайте что-то делать, потому что, если вот они, вот смотрите, на нас нападут, то мы не сможем защититься. Но самому на кого-то нападать и, как бы, вот смотрите, мы сейчас захватим, не знаю. Наверное, лучше жить в мире и развиваться самому, дружить, торговать. Я не знаю, что-то обмениваться опытом. Вот, революции, перевороты. Ну, вот у нас произошло. Вы знаете, те страдания людей, которые я здесь вижу, столько поломанных судеб, столько проблем, что, как по мне, лучше было бы, если бы у нас во всем мире было бы одно разумное правительство, которое при помощи определенных технологий и знаний всех бы людей, как бы, ну, то есть, оно бы объединило. Объединило, вот, хорошее слово. А вот то, что вот это разделяй властвуй, вот это все, мне не нравится. Насколько эти методы оправданы? Ну, вот, не знаю, как-то ответил. Тяжело отвечать. На ваш взгляд, в чем залог успешного выступления, если это научный доклад, выступление музыканта? Научный доклад. Лично мое мнение. Когда смотрю на научный доклад, мне бы хотелось, чтобы он был простым. То есть, я не знаю, перед кем выступает этот человек, но в любом случае хотелось бы, чтобы человек сокращал свою речь до смысла это раз и параллельно вставлял туда какие-то вот, то есть, не только наука, но еще и что-то такое вот, может, шуточки иногда чуть-чуть. Вот у меня был такой случай, когда я защищал диплом. Мой дипломный руководитель такой достаточно строгий человек, достаточно такой эмоционально однородный такой, что ли. А мне хотелось, как на выступлении какой-то комедийном, иногда что-то вставлять. Я дипломную работу знал неплохо, но все же, вот, когда я начал это делать, без подготовки, без всякого опыта, на дипломном выступлении, не предупредив его, я кое-что там рассказал, какую-то шутку раз, какую-то шутку два, я посмотрел на его взгляд и понял, что больше не нужно делать. Вот, вот, ему это не понравилось, ну, это какая-то часть меня. Мне бы хотелось так преподносить материал, то есть, чтобы научный доклад, это должен быть такой доклад, чтобы понимали все, было интересно как-то слушать, а не сухо, как-то так. Желательно с примерами, какими-то наглядными. Выступление музыканта, чтобы он владел своим инструментом, это раз, это очень важно, чтобы очень хорошо, ну, хорошо владел. Вот. Чтобы он хотел это делать, чтобы он кайфовал сам от этого, тогда будет хорошее выступление. Вот. Какие качества или навыки воспитали у вас родители? Как вы считаете, что нужно воспитывать в детях? Во мне родители воспитали, возможно, это доброту, возможно, это то, что нужно людей принимать, не испытывать ненависть, злость, понимать людей. Вот. Отец, отец, он как-то передал мне, он был очень хороший человек, очень добрый человек, очень такой человечный человек. Вот его, вот я пришел на шахту, он умер, мы не работали вместе, и тут мне все люди про него говорят, какой он был классный. Вот. Как вообще, вообще, такой человек очень-очень хороший. Он со всеми разговаривал так, на их уровне, с рабочими, с рабочим, по-бочему, с начальством, по-начальницки, выдумываю новые слова. Вот. Но это вот действительно нужно к людям относиться с каким-то вот уважением, кем бы он ни был, этот человек. Что нужно воспитывать в детях? Ну, в первую очередь, то, что я говорил ранее, что тебе никто ничего не должен, это раз, что ты должен этому миру приносить некие, развивать этот мир, изучать этот мир. Вот. И каким образом, каким ты хочешь, что у тебя внутри, какие есть тенденции. Вот. Воспитывать человечность, доброту, желание самореализовываться. Вот. Реализовываться по своим функциям. Вот. По своим сильным сторонам. То есть, приносить людям пользу. Вот так, скажем. И самому не оставаться, так сказать, не в ущерб себе. Кстати, одна из тоже фраз сейчас вспомнилась. Помогать нужно из силы. Когда ты силен, то помогай. Потому что это одна из таких ключевых, кстати, фраз. Люди часто помогают и делают это из слабости. Они ждут, что им потом что-то вернется. Но это не всегда так происходит. Если ты отдаешь последнее, то как бы твои проблемы. Поэтому так не нужно делать, нужно понимать, где ты можешь ждать, где ты не можешь. То есть, помогать из силы. Так, кстати, типологии в этом помогают. Так, 10 вопросов, 33 минуты. Иду нормально. Вы попали в недружелюбный коллектив. Какой будет ваша реакция, действие, что поможет, что по-вашему может быть причиной такого отношения к вам. Так. Недружелюбный коллектив. Для меня это, в принципе, уже происходило со мной такое. Я и в школе был не очень любим, и в институте, и на работе есть люди, которые... Дело в том, что я не агрессивный человек. Я не какой-то ненавистливый, завистливый, злой и так далее. Я могу подшучивать, я могу иногда подкалывать, но это бывает очень по-доброму и так как-то... Мне даже коллега как-то сказал, что когда я ругаюсь, я такой даже смешной какой-то, типа милый, смешной, я не знаю что-то. Вот. То есть я не лезу к людям, я их не критикую, я там, ну, слишком сильно, я не получаю их. Кстати, этому тоже меня научили в какой-то степени родители. То есть как-то вот так вот с людьми обходиться. И поэтому даже если ко мне есть какое-то отношение плохое, ну вот, например, там в школе меня любили учителя, потому что они меня тянули на золотую медаль, вот, за что я им очень, конечно, благодарен, в кавычках, мне это не нужно было, неинтересно, ну, заставляли. И, соответственно, стальной коллектив, который любимец учителей, он обычно не может сыскать любовь у всего остального коллектива, я был, как бы, по большей части изгоем. Вот. Мне это, конечно, и мешало, с одной стороны, но с другой стороны, я сейчас понял, что эти люди все, они пили, курили, много матерились, занимались разными не очень хорошими делами, и попав в их компанию, возможно, это на меня бы подействовало, поэтому еще непонятно, кому повезло. Вот. Но моя реакция, я отстранюсь, я просто, то есть, я не буду ничего делать, я буду только или огрызаться, если будут на меня нападать, вот, но сам нападать я не буду. Вот. Причиной отношения ко мне может быть это сейчас, например, личные какие-то, когда человек, человеку что-то не нравится, несимпатии, антипатии какие-то, возможно, подумают, что я какой-то гордый человек, возможно, что я всезнайка, возможно, не знаю, то есть, такое я уже встречал, хотя я никогда об этом не говорил, что я вот все прям знаю, я как раз всегда говорю наоборот, я знаю, что я ничего не знаю, ну, или я знаю, что, ладно. Так, есть ли у вас ближний круг, опишите его, какие люди в него попадают? Да, у меня есть ближний круг, это мои друзья, это мои хорошие знакомые, и эти люди попадают в него через увлечение, через интересы общие, через какие-то совместные дела, проекты, которые мы делаем. Это вытекает из предыдущих пунктов обычно. Вот, поэтому да, он есть. Как вы считаете, почему между людьми происходит так много конфликтов? Суть людей разная. И неразвитые люди, то есть, когда они слабы, они чувствуют, что они могут видеть опасность там, на самом деле, где ее нет, они стараются упредить, атаковать заранее, то есть, и у них нет внутреннего сильного стержня, просто, который бы держал все эти атаки таких же вот слабых людей, как я объяснил ранее. То есть, ну, это некие конфликты. вот из-за отсутствия вот этого всеобщего такого понимания, что люди разные, и что нормально быть таким, 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 и что так много у людей привязанностей, что они очень много на себя нахлобучили, кто-то должен быть таким, ты должен быть таким, должен, 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 вот, и вот это все очень, очень портит отношения между людьми, когда кто-то критикует кого-то, когда кто-то обвиняет кого-то, вот чувство вины, чувство, ну, чаще люди обвиняют других, потому что они хотят казаться лучше, а это из-за чего? Из-за отсутствия сильной личности, ну, а сильной личности нет, почему? Потому что обычно родители, вот это, хорошо, в этом вопросе я раскрою, это, мне хотелось это рассказать, мое видение, ну, тут оно как раз как-то отвечает на вопрос, есть система наша, которую я вижу, родители, дети, и вот родители воспитывают детей и рожают детей компульсивно, то есть рожают дети компульсивно, они не задумываются над тем, что они делают, как они делают, вообще, зачем они это делают, вот надо, надо, пожалуйста, сделаем, вот, соответственно дальше, что делать с этим ребенком? Они видят, как все делают и что-то, то есть это хаос, это некий хаос, поэтому ребенок дальше подросток это это этот человек он как бы не систематично и не гармонично развивается обычно родители навешивают кучу долгов кучу вины и кучу страхов на ребенка своих проецирует кучу страхов и они обычно хотят от ребенка так как они сами слабые чтобы ребенок им помогал то есть да дальше они смотрят на него через призму своих каких-то внутренних стер убеждений там стержней они не понимают что это другой человек это не их собственность это другой человек чаще всего я понимаю что есть разные люди но чаще всего так происходит и эти люди потом они должны помогать своим родителям они должны участвовать в каких-то проектах этих родителей они должны за ними ходить то есть у нас такая культура но это мне кажется абсолютно неправильная культура то есть и потом эти дети они тратят свои силы энергию свою которую они должны были бы пустить в русло развития себя лично на этих слабых родителей и сами становятся слабыми из-за того что они тратят свои силы а представьте что было бы если бы родители были бы сами сильными и они бы детей бы делали с умом они бы понимали зачем как ребенок это некий проект на 18 лет там условно и потом все это новый человек поэтому это не это не твоя собственность а у нас часто думают что дети это твоя собственность слишком долго я понимаю простите хочется много сказать опишите идеального руководителя какими качествами он должен обладать и какие должны отсутствовать так идеальный руководитель это тот человек который лидер не начальник это лидер я так считаю то есть тот который сам уча знает хотя бы он он знает там на 50 процентов те процессы которые происходят и он может контролировать каждый процесс в пример ну то есть если он придет куда-то на какую-то там часть своего чем он руководит он сможет там то есть он может заменить любого практически на 1 на этой должности так я перебарщиваю ну не любого конечно есть специалисты но примерно он должен понимать чем там все люди занимаются и чтобы адекватно как бы всем этим руководить конечно он должен как бы делегировать и не должен всем всем прям непосредственно руководить но понимать должен вот это раз качество он должен стремиться к цели чтобы его предприятия развивалась не обогащать себя лично а развитие предприятия вот эта цель руководителя сделать лучше то что есть вот да он не мешать работать другим людям вот тоже важный фактор наверно если бы вы стали мэром своего города чтобы вы сделали в первую очередь на этом посту мэр города ох я бы начал участвовать во всей этой политической возне и не очень бы плохо мне было бы я бы не вы не смог бы это выгрести все я уверен ну давайте пофантазируем я бы наверно лазил бы везде своими ногами по всем объектам очень бы по грязь бумажках потому что я в них очень плохо соображаю но если фантазировать уж находил бы людей которые бы хорошо понимают в экономике в развитии города в каких-то новых технологиях и советовался бы с ними проводил брифинги проводил бы встречи с населением бы советовался проводил бы опросы что вас не устраивает спросил бы людей кстати что они думают во многом посмотрел бы на опыт каких-то соседних городов или вообще зарубежных городов изменения в конкретно наш город что-то надо делать у нас тут нет у нас шахты которые должны закрываться скоро но это скоро уже вот тянется на протяжении там десяти лет уж не знаю и и и я я быть наверное что-то бы построил короче какое-то предприятие это может сильно амбициозно привлек бы инвесторов но опять же куда инвесторов у нас тут война идет поэтому нас от все отсюда текают постарался бы какие-то социальные акции делать вот оздоравливать население в какую в первую очередь культурную жизнь разнообразил дело в том что мои интересы они далеки от интересов всего населения этого города то есть я достаточно улетевший человек натуропатия социология стрельба и звука философия йога какая-то она не сможет спроецироваться на весь этот город вот чтобы им помочь то есть я бы не нужно было бы просто как-то смотреть с другой точки зрения наверное с какие-то спектр там видения и спрашивать у людей вот я бы хотел у меня есть идеи я бы хотел чтобы все занимались йогой чтобы все изучали натуропатию чтобы были здоровыми но такого не будет язву я уже это понял так если у вас какая-то личная жизненная философия принципы которых вы придерживаетесь ну вот много я рассказывал на эту тему уж не знаю стоит ли отвечать на этот вопрос потому что много что рассказал вкратце ну ты наверное человечность то есть быть конечно все испоганили но вообще она нормальная просто быть хорошим человеком развиваться помогать людям творить добро не знаю вот веселить людей это мне нравится также моя философия это вот никто тебе ничего не должен одна из таких вещей которые меня помогает жить прокомментируйте высказывание не менее пары предложений по каждому высказыванию надо чтобы родина была для нас дороже нас самих нет не надо родина это нечто навязанное на самом деле и я не патриот у меня есть некие сентиментальности но это не патриотизм нет вообще нас тут и уж поверить есть примеры я вижу что такое патриотизм вот так что так маленькое отступление я вспомнил очень классный эпизод из жизни когда мы ехали в автобусе на шахту это было как раз когда начиналось вот это днр лнр и у нас был днр в нашем городе я помню как забежала женщина с георгиевской ленточкой в автобус шахтером к нам на работу мы ехали они останавливали автобус и заставляли как бы протестовать и она забежала у нее были фанатичные такие горящие глаза и я испугался я тогда очень испугался потому что она так кричала она дергала этих мужиков за курточки она она просто с воплями с криками кричала какие-то дурацкие слова про то что вставайте надо что-то делать я сижу я понимаю что это это фанатик и это страшно вот тогда мне стало страшно и война революция это всего лишь одно два слова а за этим всем стоит такой просто вот ужас иногда что не захочешь этого всего никогда так страх делает жестоким нет никого безжалостнее перепуганного труса страх может сделать жестоким да потому что ты можешь как загнанный волк в угол ты можешь начать творить неадекватные вещи и чтобы выжить просто да у меня было когда-то такое меня мы играли в игру в школе и там надо было загнать в угол такой темный угол человека и портфелями его как бы забить я помню этот момент я схватил свой портфель я так то есть я очень пассивно играл так как-то бегал на меня как-то загнали и вот я рассказывал о том что был не очень любим в классе и видимо все объединились потому что начали меня туда запихивать я схватил свой портфель и начал так сильно и махать и отпихивать всех что я вырвался 5-6 человек было раскидал их и убежал вот я действительно будто до жестоким я одному там по голове заехал вот стал мы и кого-то с ног сбил я уж не помню но было такое нет никого без жалостнее перепуганного труса есть без жалостнее перепуганного труса люди то есть это он как-то драматизирует диктор гюго так 50 минут 17 вопросов долго долго я знаю по каждой из картин дайте развернутые высказывания что вы здесь видите на ваш взгляд что автор хотел сказать передать так женщина немножечко мы приблизим портрет женщины прическа видимо для той эпохи такая своеобразная точнее типичная я бы сказал хотя я не знаю какая это эпоха конкретно может быть лицо этой женщины и выражала в начале того как мастер начал работать над этой картиной какой-то энтузиазм но под конец закончилась и поэтому мы на лице видим просто грусть не грусть а некую такую безмятежность что просто давай заканчивай работу уже я я пойду дальше хотя не сказать что она у чем-то удручена очень сильно прям просто видимо сделать портрет и все не могу сказать сильно много так дальше какая-то катастрофа много людей наверное это последний день помпеи вот что здесь я вижу я вижу страх в лицах людей я вижу отчаяние я вижу как парень прощается наверное с мамой потому что она упала и возможно с ней что-то не так и она не может дальше идти это это печально очень печальная картина когда неотвратимость вот это вот этого вот то всего тянут имущество свои люди да дальше картинка про охотников да это ты охотника ружья осень три человека один что-то очень рассказывает так пугающее наверное что ли вот или очень такое интересное прям что-то необычное что он увидел вот и один удивляется напротив которой сидит второй задумался чешет голову вот улыбается так как-то в общем они скорее поражены его истории чем я не знаю это мы не можем понять по их лицам на самом деле что точно он им там рассказывает но что-то интересное вот собака вот правда да это собака так очень хорошо художник передал все элементы охоты то есть вот ружье горн дичь лежит зайчик жалко жалко зайчика вот следующая картина два самолета между ними натянуты трос на тросах лавочка висит два человека мужчина и женщина ух я бы хотел побывать на этом месте было бы очень страшно с парашютом да с парашютом вот вспомнился ван дамм который вот так вот между двумя грузовиками разъезжался ну вот некая романтика некая безмятежность тоже красота очень красивый вид скорее всего и двое людей то есть это пара они я думаю они влюбленные то есть они состоят в каких-то отношениях им нравится быть вместе скорее всего хотя не факт но возможно что то что они там оказались вдвоем вот девушка спиной повернулась к нему так корабли попали в шторм и один утонул я не знаю это флаг галантии наверное то есть возможно это сражение я не вижу другой флаг хотя корабли похожи больше на военные чем на какие-то другие есть такая поговорка античного какого-то философа кораблекрушение кораблекрушение может испортить весь день вот то есть омрачить весь день ты это это такое чувство когда ты смотришь на это действие и опять же неотвратимость всего что это какая-то глупая смерть людей которые там а у них есть семьи они просто выполняют свою работу и просто умирают просто из-за несовершенства технологий вот этих этих кораблей или глупости капитанов или еще чего-то которые послали их в шторм мало ли и конечно очень печально когда люди так глупо умирают дальше картинка 6 какая-то черная штука по лестнице это наверное кто-то с очень длинными волосами убегает по лестнице вот и они плетутся за ним также эти волосы не откидывают тень что может наталкивать нас на какое-то непонятное происхождение этой штуки а также это может быть много каких-то штучек объединенных в одну каких-то червячков вот можно назвать это какой-то сущностью в виде гномика нет нет не знаю человеческие страхи так дальше картинка 7 тут надо уже отдалить это это и гдрасиль наверное какой-то древо жизни древо света оно зажигает жизнь во вселенной наверное вот состоит из каких-то чешуек что ли вот и там внутри какой-то символ явно обозначающий нечто начало мироздания что ли так картинка 8 ну это или какой-то нищий или какой-то не знаю отвергнутый человек изгой вот или вор скрывающийся во тьме вот по его взгляду почему-то мне читается какой-то негатив что он что-то замыслил такое не очень хорошее вот ну вот на руку смотрю и тут что-то ну тут картина не очень качественная может может рана какая-то может он прокаженный вот как один из версий прокаженный изгои люди могу сказать люди наверное боятся того чего не понимают и проявляют агрессию ненависть дальше картинка 9 я сейчас понял что я не объяснял что же автор имел в виду но так как я уже наговорил на целый час то думаю возвращаться нет смысла далее картинка 9 это я не знаю что это возможно это чтение совещания какого-то хотя женщина вот в достаточно надежде яркая одна женщина поэтому не факт и не вижу каких-то знаков там черных полосочек там или что-то еще вот ну какая-то ситуация жизненная обычная что-то кто-то делает может быть конфликт между людьми и это адвокат который что-то решает я не знаю видно что у одного закрытая поза есть один достаточно с грустным взглядом так как отупевшим немножко вот женщина руки на груди скрести вот и что-то там такое ну их волнует что волнует не знаю но что-то их там волнует в этих то что он там читает что-то волнительное картинка 10 это у нас вороны вороны в плащах вороний совет вот вороны они очень умные существа вот поэтому может быть это некие закулисные правители нашего мира вороны правители мира нет это было бы странно тогда вокруг было бы очень много червячков ну они же и червячков едят ладно это глупость глупость что я не знаю что едят вороны ладно ну явно какие-то существа что-то знают они мне кажется собрались не просто так это что-то серьезное вот не выбрать какой фильм завтра смотреть а возможно решать судьбу у нашего мира вот вот так одиннадцатая картинка замок в тумане замок в тумане замок в тумане замок в тумане это у нас просто возможно какой-то английский существующий какое-то английское здание существующие и я не знаю там дворец короля короля биг бен мать его не знаю вот и поэтому художник захотел так изобразить чтобы передать может безликость вот этих то есть он больше захотел передать просто краски которые он увидел наверное вот глядя на этот пейзаж просто краски без чтобы мы не сосредоточивали свой взгляд на фоне а краски так картинка двенадцать лестница из осени такой я сказал бы больше приятная осень чем негативная чем негативная в довольно серии серии краски моря или океана я могу сказать что люди часто спускаются в свой уютный уголок забиваются и чтобы скрыться от социальных всех проблем которые их окружают от той же чувства вины страха и они уходят в себя уходят в бутылку уходят в азартные игры уходят куда-то то есть из-за того что общество не гармонично развитые они вот так спускаются по этой лестнице по которой больше никто не не может спуститься кроме них я бы сказал это социальная лестница но не совсем и и все а подняться сложнее чем опуститься вот потому что подниматься тяжело и подниматься нужно в не очень комфортные условия я бы назвал это выход из зоны комфорта как-то так выход выполз выполз из зоны комфорта так дальше женщина в помещении стоит фортепиано без стула почему-то то есть на столе будете сидеть или как довольно странная картина может люди переезжают и вот только заносят и женщина впервые в этом помещении и она вот смотрит из окна что же там какой новый вид из окна у нее интересно вот картинка 14 такие угнетающие лики человек с факелом идет сквозь великанов в масках или это черепа не знаю там кто-то висит или это какой-то предмет он как йо-йо какое-то у него там висит существа но это опять же я могу сказать что это человек который занимается самоанализом и он залез внутри себя так вот с маленьким факелом идет и такой ой это чувство вины ой это чувство страха ой это чувство сомнения это мои привязанности вот эти привязанности гнев вожделение зависть они давят на него вот таким образом он с маленьким факелом идет и такой господи хоть бы все нормально было ну то есть это показывает насколько насколько сильно они на нас давят то есть картинка такая вот мощные они очень высокие небольшие такие вот а ты маленький с факелом но ты можешь идти вот то есть еще эта картинка показывает мне что ты можешь идти мимо них и пройти оставить их позади тебе никто не мешает я вижу достаточно статично этих всех этих сущностей они просто стоят и давлеют над тобой одним видом но не действием так что вот как то так все спасибо спасибо за просмотр спасибо